Судебные приставы отправились в рейд по недобросовестным начальникам. Последние задолжали своим сотрудникам кругленькие суммы и всячески отлынивают от уплаты долга. Один такой должник проживает за этой дверью. Его фирма зарегистрирована здесь же. Своим подчиненным он недоплатил 150 тысяч рублей. В рамках проведения всероссийского рейда судебными приставами межрайонного отдела организован рейд о взыскании задолженности по заработной плате, чтобы понудить должников, директоров в первую очередь исполнить решение судов. Соответственно, сегодня мы выезжаем по адресам нахождения организации, а также по адресам нахождения директоров. Дома никого нет. Приставы оставляют повестку. По следующему адресу ситуация куда любопытнее. Исполнитель утверждает, что он бомж. Финансовую деятельность не ведет. По долгам рассчитаться не может. Однако после запроса в Росреестр стало ясно, что дела не так уж и плохи. Один из этажей этого здания на Лежневской почти полностью принадлежит должнику. Помещение он сдает в аренду. Этот офис, например, одному из подразделений Ространснадзора. А то, что он должником вам является, вы знаете? Вы знаете. Я видел, у ЛИФС там повесили табличку, что разыскивается. А по какому вопросу я даже не владею ситуацией. Владелец помещений раньше руководил проектной организацией. После продолжительной задержки зарплаты трое сотрудников обратились в суд. Начальник без определенного места жительства должен более 200 тысяч рублей. Вот так 160 он должен. Суд присудил 70. Ну, по минималке. То есть он 20 тысяч оклад, он нам всегда оклады платил, плюс премии, как мы договаривались. Суд присудил, ну, соответственно, документы там он некие представил. У него же печать есть и подпись. Что хочешь, можешь сделать. Застать удалось только двух арендаторов. У них приставы запросили копию договора аренды. В последствии, посредством данного договора, мы будем арестовывать имущественное право. То есть деньги, которые должны организации, присутствующие здесь по договору аренды, будут нами арестованы и перечислены в счет погашения заработной платы. Всего в работе управления более 2000 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. 90% должников находятся в разных стадиях банкротства. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Продолжение следует...